Так, ну, прежде чем я решил задать какие-то вопросы, наши следующие гости представляю, ну, направо предыдущего, я думаю, что представление особенно и необходимо, да, но как предыдущий я должен вас представить. Предыдущий Жоу, с новой книгой, вот роман, замечательный город, написанный по памяти, это уже почти первый вопрос. Но хотелось бы все-таки услышать от издательства, про судьбу этой книги, тем более, что у нас вот есть редактор, который ввел эту книгу изначально. Вот о ранней судьбе этой книги. Так, пожалуйста, а вот сюда присаживайтесь вместо меня, а я потом подосплюсь. Здравствуйте. Это уже не первая книга в нашей редакции, в редакции Лены Шубиной. Она, отвечу сразу на вопрос, чем она нам дорога, как, собственно, все книги дороги, отвечу словами нашего автора, который, Елена Семеновна, в одном из своих интервью, когда ей спросили, кто, как она видит читателя этой книги, она сказала, что это не только петербуржцы, но и все люди, которым важна память, важна тема памяти историческая и семейная. И мне кажется, что это действительно самая важная тема в этой книге. И она, лично мне, как редактору, дорогая, важна и интересна была этим. И, я думаю, интересно будет читать. По поводу того, как мы работали... Да, это очень интересно, на самом деле. Работали, мне кажется, легко, с большим удовольствием. Это уже не первая книга, с которой мы работаем с Леной Семеновой. Интересна она... Эта книга интересна тем, что до этого Лена Семеновна работают... Все предыдущие книги написаны в жанре художественной прозы. Это мемуарные, биографические, но не в чистом виде, да? Я, наверное, Лена Семеновна попрошу рассказать о том, как вы решили работать в этом жанре. Я так беру сразу у вас представление. Как вы решили работать в этом жанре, и как вам понравилось по сравнению... Как вам работалось в этом жанре по сравнению с тем, как работаете с художественной прозы? Ну, вообще, это на самом деле, вот то, что говорил Андрей Аствацадоров, это, разумеется, псевдомемуарная книга, потому что если книга довольно сложно, как мне кажется, выстроена изнутри, там несколько таких важных уровней и тем, и, по сути дела, все воспоминания, которыми я пользовалась, те воспоминания, которые надиктовывала мне моя мама о довоенной жизни, послевоенной облакаде Ленинграда, поскольку они пережили, это всё такой, ну, что ли, верхний слой вот этого всего. А вообще, на самом деле, я думаю, что современную книгу вообще практически невозможно написать, вот книгу «Кулхамити», практически невозможно написать в мемуарном жанре, потому что, ну, то есть если речь не идёт вот просто о желании рассказать о собственных воспоминаниях. Но уже в тексте я говорила о том, что моя задача была не возделывать вот такие золотые для меня лично крупицы памяти вот о моей собственной жизни. То есть если бы я хотела это сделать, я бы делала совсем другое. А здесь, в этой книге, моя задача была показать, каким образом с одной стороны формируются механизмы памяти, а с другой стороны, вот такой личной, семейной, человеческой, а с другой стороны, каким образом этим механизмам противостоит такая, ну, условно говоря, государственная или идеологическая мифологизация. То есть вот, по сути дела, мы с вами ведь, ну, вот в таком постсоветском пространстве, я уж не говорю о советском пространстве, когда на самом деле вот такие семейные нарративы памяти, они, по сути дела, лежали в основном под спудом, потому что люди поколения моей мамы, моей бабушки, моей прабабушки, они, в сущности, держали язык за зубами, и ничего особо, особо такого важного они мне, во всяком случае, нам не рассказывали, потому что вот этот страх того, что там ребенок или вырастающий ребенок пойдет куда-нибудь там во двор, в школу, и там о чем-нибудь начнет болтать, это вот был один из таких важнейших, наверное, мотивов взросления моего поколения. Но одновременно, разумеется, поскольку, ну, в частности, здесь речь идет, в этой книге речь идет и о блокаде тоже, одновременно формировался очень такой искусственный, ходульный, довольно такой сильный, идеологизированный мифологический нарратив, внутри которого блокада постепенно, как личная память, она должна была постепенно отмирать, потому что, как правило, вот очень много людей пытаются говорить о том, каким образом внутри какого-то идеологического нарратива о важных событиях, каким образом это все оживить. Так вот, это принципиально неоживимо. То есть, если вы рассказываете, пытаетесь вложить людям в голову какие-то железобетонные конструкции, то эти конструкции там не уживаются в голове. Они очень быстро крошатся и как-то разбываются, я думаю, временем. Во всяком случае, в следующем поколении они уже совсем не живые. Вот я столкнулась с тем, что воспоминания о блокаде, которая существовала в моей семье так очень-очень точечно, очень подспудно, совершенно не для того, чтобы меня чему-то научить, совершенно не для того, чтобы передать мне память, а просто как некое вот живое состояние памяти моих родных. Я очень хорошо это чувствовала, когда в школе и, соответственно, в ВУЗе это все превращалось в такие вот ходульные мифологии. Вот, собственно, в каком-то смысле эта книга об этом, поэтому и в этом отношении она, конечно, художественная. Еще хочу сказать про то, как мы готовили книгу, прочитал пару строк, да? Это обломки, на которые я могу положиться, несколько семейных фотографий, бабушкины слова, застрявшие в моей детской памяти, мамины рассказы, года три назад я записала их на пленку. Я хочу сказать, что книга проиллюстрирована редкими, немногими семейными фотографиями из семейного архива Елены Семеновны. Мы не случайно решили их не делать, как часто это делают в биографических книгах, в клейке иллюстрации на отдельные бумаги в одном месте. Они рассыпаны, расставлены по тексту, потому что они часть, они не просто иллюстрируют, они часть повествования об этих людях здесь рассказывается. И интересно всегда, как работают, идет работа над обложкой, случайно художник, действительно случайно он нашел, было естественно много эскизов, он нам предложил набережную и предложил фотографию девочки. Оказалось, что это ведь немецкий, немецкий фотограф. Да, это Макс Майкл. Девочка-то у нас непростая, у нас санка. Для блокадной темы санки это прям... Нет, 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 никакие девочки в блокаду с санками не ходили. Нет, нет, просто нет, я помню цикл Татьяны Николаевны Глебовой, там, или еще вот блокадный, но у нее там Египетский... Это 60-е, 70-е годы. Я понимаю, что в другое время, но у меня прежде всего выпрыгнули вот эти санки из блокадного времени. А это говорит как раз о том, что наш художник Владимир Бочинский, талантливый и сделал все. Это правда, замечательно. Нет, иллюстрация, иллюстрация здесь, вот фотография эта подобрана и вообще все сделано на обложке, просто совершенно замечательно. Что касается фотографий, разумеется, в нашем семейном архиве фотографий больше, но вообще дело было так. Я, когда писала этот текст, я исходила из того, что фотографий не будет. Вот у меня в голове была такая мысль, что... Это все я виновата? Да. Да, значит, то есть этой мысли о фотографиях у меня не было. Поэтому я, опираясь на какие-то фотографии, их подробно описывала, эти фотографии, для того, чтобы читатель мог представить их без картинки. И на них строила очень многие какие-то свои выводы. И потом, когда Дана вдруг предложила фотографии, решение было довольно простым, потому что вот там, где идет описание, этому и соответствует. А не просто вот там это папа, это дедушка, это то, это сё, это... Вот здесь эти все фотографии, они подобраны по смыслу. Ну, можно добавить по поводу девушки с санками. Это действительно фотографий... Это фотографий, он немецкий фотограф Майкл Микаэль Хумель. Он, к сожалению, не смог, должен был приехать на Красную площадь, но не мог участвовать. Да, очень жаль, он нам должен был приехать, да, чтобы поговорить об этом, но жаль, очень жаль. Ну да, ну да. Потому что вот сейчас эту книгу начали, ну, начинается постепенно перевод на какие-то другие, на иностранные языки, и финны взяли прямо вот это вот тут же. Они как увидели, они сразу связались с издательством и взяли именно эту фотографию. Наверное, я передаю по микрофон. Да, мы сказали, что фотографии подобраны не случайно, да, я цитирую. А кто не случайно подбирает? Это авторские подборы фотографий или редакционные? Или вместе выйдет? Ну, коллектив, мы вообще работаем в коллективе. Мы работаем в команде. Мы работаем в команде, да, у нас очень вообще замечательное издательство, замечательные редакторы. Очень мне хорошо работает с Даной, потому что, совершенно не потому, что она играет со мной под давки, я вообще люблю серьезную работу на всех уровнях, поэтому на все, каждую запятую мы обсуждаем. Вот действительно, каждая там, предположим, вот здесь лучше тире, мы обсуждаем, почему лучше тире, вот здесь лучше выделить абзацем или еще что-то такое. Это, в общем, очень такая серьезная работа, но в то же время очень интересная. И, соответственно, фотографии. Вот какие я предложила ряд фотографий, и в конце концов мы пришли к тому, что вот осталось тут, осталось тут несколько практически все упомянутые в тексте. Ну, действительно, это был жесткий отбор. Я хочу признаться, что действительно мне очень нравится не только из-за содержания, а именно из-за текста. Почему мы обсуждаем каждую тире, потому что именно в прозе Лены Семеновны важны интонационные знаки. Вот даже самые, мне кажется, проза все-таки у вас не самая простая в хорошем смысле, не даже в самых тяжелых романах, для меня самые тяжелые – это «Ареско, сын» и не в книг «Китаисте», все равно. Ты сначала погружаешься в прозу, я с большим удовольствием всегда читаю как читатель именно прозы, а потом уже начинается работа с текстом. Это хорошо, это правильно, потому что все-таки мне кажется, что редактор действительно, вот мне в этом смысле очень повезло с редактором, потому что… А мне савтра. А мне савтра. Да, потому что одно дело, когда редактор просто, знаете, холодными глазами просматривает, чтобы не было каких-то там ошибок того-сего, несогласованности и так далее, а другое дело, когда действительно вот мы работаем погруженно в текст. Это здорово. Спасибо. Передаю микрофон к будущему. Спасибо. Могу сдавать? Плать, обязательно, я вас держу в поле зрения. Ну вот, собственно говоря, то, что я вас хотел спросить для начала, уже отчасти прозвучало в виде ответа на внезапные вопросы, но он очевиден, пропалится. Помните, такая песня была на стихе Рождественского, что-то с памятью моей стало. Все, что было не за мной, помню. Да, немножко про другое, про войну, но тоже про это. Вот, как вы думаете, ну это я немножко как социальный антрополог вас спрашиваю, а что у нас с памятью, почему такое колоссальное внимание сейчас, да, уделено, ну, как бы конструкту, объекту, процессу, организму, я не знаю даже как это назвать, которую мы называем памятью, что это у нас не в порядке с памятью? Ну, если только с памятью. Начнем с памятью. Да, начнем с памяти. Я думаю, что у нас действительно очень, очень сильно не в порядке, потому что у нас, во-первых, память это такая, такая область, которая в России, в Советском Союзе и в постсоветской России. Уберем не только в Советском, а в постсоветском Союзе. Нет, я сейчас говорю, я... Сама тема-то пришла и из Германии, да, как тема, как постановка, да, ну, Олейда Асман, да, и так далее, есть такая классика. Нет. Травма, память, исцеление, приятное. В этом смысле, да. Значит... По жесткости постановки вопроса. По жесткости постановки вопроса. Я думаю, что одна из самых жестких постановок вопроса это воспоминания Надежды Яковлевны Мандельштама. Вот, в смысле того, каким образом переживается память о травме и травма памяти. Да-то там травма у нее прямо в каждой строчке. В каждой строчке, да, в каждой строчке. В этом смысле, конечно, мы с Германией, Советский Союз, ну, Россия, я буду говорить, и Германия исторически, конечно, для этих, ну, тоталитарных систем это важнейшая точка, потому что это попытка обретения подлинности. Человек, каждый человек хочет иметь какую-то внутри себя ощущение подлинности. Ну, классическая история Орвелл, Министерство правды и так далее. Этим, в общем, задан такой европейский тренд. В сущности, 20-й век тем и занимался, что переписывал десятки, там, не знаю, раз воспоминания людей, вообще пытаясь создать какую-то общую память. Я не знаю, насколько это возможно вообще создание вот какого-то общего такого нарратива. Во всяком случае, для этого нужны, как мне кажется, не конструкции такие насильственные, не попытки внедрения насильственной конструкции, а вот то, что, раз вы упомянули Германию, то, что в Германии называется работа с памятью. То есть попытка примирения людей на основе каких-то всё-таки исторических сведений, вот какой-то истории. К сожалению, у нас вот эта попытка 90-х годов, когда действительно была предпринята такая попытка работы с памятью, она кончилась, надо сказать, очень бесславной. Честно говоря, я бы так пессимистически на это не смотрел, эта работа продолжается. То, что делает общественный мемориал, то, что делают разные люди, причём в системном даже неорганизованном, в системном каком-то формате, то есть работа идёт. Это общественная работа, да. Это общественная работа идёт. Общественная работа идёт, это нормальное состояние, когда любое общество, любое, особенно такое травмированное, как вот наше общество, разумеется, общество пытается находить какие-то точки соприкосновения. Но просто проблема-то наша заключается в том, что у нас всегда вот эта работа напрямую связана с основными государственными трендами. Значит, если как бы государство в этот момент строит память по восходящей, условно говоря, я просто, я не, это не оценка, то обществу легче этим заниматься. Потом вдруг возникает точка перегиба в какой-то момент, и оно уходит ниже оси. И тогда обществу приходится тащиться самого себя за волосы, пытаясь... А уголовлю, простите, насколько, обществу ли или каждому индивидуально приходится вот это делать? Вы знаете, я... Вот есть ли в этом смысле вот какой-то концепт общества, которое что-то с собой делает, как общество? Ну, наверное, есть. Потому что, понимаете, мы же в конце концов в свою память о наших предках, ну, предках не давних, а вот 20-го, 20-го века. Мы ведь все-таки, во всяком случае, люди, приобщенные к гуманитарной культуре, мы ведь все же строим с опорой на окружающие тексты. Ведь невозможно... Ну, то есть, наверное, можно просто взять и написать какую-то историю о собственной семье, но из этого, как мне кажется, не получится такого полифонического романа. Потому что... Потому что я просто видела эти попытки, и всегда получается немножко, с моей точки зрения, игрушечный роман. Конечно. Потому что мы не можем человек не... Знаете, вот как-то Дмитрий Быков однажды сказал, что абсолютно невозможно человеку, родившемуся после войны, написать всерьез вот такой реалистический роман о войне. Ну, просто потому, что у нас, если начать это делать, у нас нет деталей, мы не можем погрузиться. Ведь если мы описывали... Потому что очень сильно изменились критерии реализма. Сам концепт и фокус реализма, он сместился, размылся. Согласна. Согласна. Абсолютно согласна. И вот тот реализм, которому, ну, такой, знаете, как было два реализма. Критический реализм, помните, и социалистический реализм. Значит, я думаю, что ни тот не критический, ни этот не социалист... И ни этот не реализм. Слушайте, это вопрос о реальности. Это вопрос о методе описания реальности. Это вопрос о методе описания реальности. Все-таки в таком времени постпамяти, в котором мы сейчас живем, невозможно прямыми средствами, как мне кажется, построить действительно серьезный роман, вот как Дмитрий Быков считает о войне. Я абсолютно уверена, что совершенно невозможно вот так, просто погрузившись в события, построить сейчас роман о блокаде, хотя бы потому, что никому из нас не представить себе того состояния, в котором люди в это время находились. Это не только... Сейчас я просто закончу мысль, потом вы... Я просто вживую реагирую, но я держу себя в рамках. Не, 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 я готова, я готова, так сказать, отступить... Герои на этой площадке вы, не я. Просто понимаете, вот сколько бы я не видела фильмов о блокаде, это всегда какие-то игрушечные фильмы. Потому что в глазах людей, которые там снимаются, в них нет вот этого такого вневременного состояния длительного голода. Это сыграть, ну, может быть, кто-то может. Вот, вы знаете, вот почему мне, например, не очень понравился вот последний фильм Красовского о блокаде, совершенно не потому, что там затронута вот эта тема разного питания, которая для ленинградцев-петербуржцев, она, ну, абсолютно очевидна. Тут даже не о чем спорить. Игранин об этом писал, да это, в общем, каждый блокадник это все знал. А именно потому, что вот эти сытые люди, которые там, вот Алена Бабенко прекрасно играет, те люди, которые по условиям сытые, они прекрасно играют. Те люди, которые по условиям задачи умирают от голода, вот эта девочка, которая пришла, она не может играть, потому что она не знает этого состояния. Этого мы уже не знаем. Я не знаю, как это описать. Это описано, вот я сейчас это хотел даже поискать, по-моему, у Татьяны Николаевны Глебовой. Она описывает походку блокадника. Походку, походку. Отклоненное тело, как-то движущиеся странно ноги. Вот эту странную, запредельную антропологию, совершенно нечеловеческую антропологию, но при этом материальную. Вот как материя на грани исчезновения, да, существует. Да, об этом очень хорошо писал Всеволод Глинка. Об этом замечательно писала Лидия Гинзбург. Вот об этом состоянии, когда жизнь выпадает из хронотопа. Вот то, что я пишу в тексте, когда... Вот об этом мне многие блокадники говорили. Извините, просто сейчас вот немного сводится к блокаде. Там не только о блокаде, это какая-то часть. Сейчас просто я сделаю, да? Я москвич, так скажем, откровенно. Признаюсь. Да, совершенно откровенно. Coming out. Да. Так вот, я когда-то еще в советское время вошел в один из питерских храмов, не помню в какой, и увидел накануне отдельно стоящую табличку о блокадниках. Вот это вот, ну, было для меня таким потрясением. Я понимал, да, я советский ребенок, там не про блокаду, Пестаревское кладбище, там все, да, там, да-ля-ля, помним, там... Но когда я это увидел, меня пробило так. И только потом мои ленинградские, питерские друзья просто в рассказах дали мне понятие, особенно Александр Георгиевич, что это такое. Вы понимаете... То есть это какое-то вот именно для того, о чем мы сегодня говорим, для памяти. Это какое-то вот просто, ну, центральное, это как вот ядро. Это центральное событие вообще ленинградской, петербургской жизни. Да, и петербургской жизни 20-го века. 20-го века. И в каком-то смысле центральное событие вообще советского времени. Потому что в нем слилось все, вот в этой теме. Без знания о блокаде, по сути дела, невозможно понять какие-то другие процессы, происходившие в стране. Не зря сразу после блокады, ведь моментально перекрыли все каналы памяти. Был тут же разорен музей блокады, народный музей, куда люди сносили что-то, какие-то свои записи, вещи. Какой-то прямо в 46-й год. Значит, это абсолютное молчание во время блокады. Вот, понимаете, люди в Москве, об этом писала Ольга Бергольц, об этом мне всегда говорила моя мама. Вот в запретном дневнике Ольги Бергольц это есть. Люди в Москве не представляли просто себе этой реальности. Понимаете, просто потому что это невозможно себе представить. Вот это просто вот, понимаете, я не потому что вот мы там, мы вообще не страдали, в смысле я. Я тут не страданиями меряюсь. Я просто говорю о том, что масштаб вот этой человеческой катастрофы, значит, за всю войну в Москве погибло от гражданских, людей гражданских, погибло от обстрелов там каких-то, ну, понятно, идет война. Я до человека не вспомню, 2700 что-то, вот что-то такое, простите, вот, боюсь в цифре ошибиться. За блокадное время в Ленинграде погибло миллион двести человек. Понимаете, то есть люди, которые... Важно оговорить, не на полях сражений. Нет, мир. А в осажденном, замкнутом, в герметичном городе. Значит, он не был, вот, понимаете, самая грандиозная проблема заключается в том, что он никогда не был замкнут. Ведь в школе, понимаете, в школе мы... Вот есть этот символ в Ленинграде, он и в памятнике отражен. Не замкнутое кольцо. Ладога была всегда разрукнута. Там 60 километров. И вот отсюда начинается мой личный ужас. Потому что, вы понимаете, что это за государственная система, в которой при том, что город работал и выпускал гигантское количество танков, бронепоездов, за годы блокады 58 бронепоездов, бронепоездов, 22, 22 подводные лодки, 700 с чем-то танков, 30 или там 40 тысяч каких-то снарядов. Существует телеграмма Жукова 28 ноября 1941 года, когда уже битва под Москвой вовсю, он благодарит ленинградцев за поставки вооружений. Это означает, что в город шли, шел металл, запчасти, инструменты и так далее. И на этом фоне у проходных, об этом пишет Сергей Яров, об этом пишут блокадники в дневниках, у проходных вот этих всех машиностроительных заводов лежали штабеля трупов рабочих. Штабеля. Понимаете, вот не так, как в кино нам показывают, пришел рабочий на работу, как-то ему стало вот нехорошо, и вот он прямо один из этого цеха умер. Там просто, вот у проходной Адмиралтейского, просто штабеля трупов. Это невозможно повторить в том смысле, что в это состояние погрузиться нельзя. Я, во всяком случае, этого делать не умею, хотя про блокаду я знаю, начиная вот с такого вот возраста, потому что об этом все время говорили в семье. Но моя задача в этой книге не рассказать об ужасах блокады, потому что о них прекрасно рассказано в книгах Сергея Ярова, о них прекрасно рассказано, Никита Андреевич Ломагин опубликовал двухтомник «Неизвестная блокада», включая... И дневники, да? И дневники, дневник Ольги Бергольф, дневники, дневники. Это все публикуется у нас. Очень много дневников Наталья Соколовская публикует, она редактор этих дневников. Моя задача здесь была осмысление всего этого. Не просто вот рассказать, как это было страшно, а человеку, который в этом вырос, но смотрит на это все-таки из 20-х годов, из 10-х годов 21 века. Потому что какие-то вещи вообще невозможно объяснить. Вот если погрузиться туда, их просто нельзя объяснить. Там должна быть другая матрица в голове для того, чтобы какие-то вещи объяснить. Ну, у вас есть на это полное право, да? Не только у автора, который свободно берется за расследование и изложение какого-то сюжета, но вы из этой истории. Ну, в каком-то... У вас здесь прямо вот касание, да, вот по вашей линии? Да, да, мы все. У меня... Мой отец ушел в ополчение сразу, в Ленинградское ополчение, сразу в первые дни войны. И он... Потом он воевал под Москвой здесь в танке. Он был танкистом после уже этого. И потом, в результате, он дошел до Вены. Мамин отец погиб под Ленинградом. Как раз в день снятия блокады, 27 января, там вот приведена его похоронка. Мамины два дяди погибли. Мамин брат маленький с голоду умер в блокаду. Очень много наших знакомых. То есть я, на самом деле, вот из этой среды. Вернемся к памяти, как вот к некому конструкту, организму, проблеме и так далее. И вот те же самые асманы, да, ну, знаете, там, аллейда асманы, да, ну, немецкие такие. Да, да. А вполне, да. Вот они научили впервые, наверное, различать различные, как бы, механизмы измерения памяти. И вот когда я, ну, честно могу сказать, я не успел прочесть до конца, потому что у меня была задача за вчерашний вечер конкретно. Вот. Я, значит, вдруг я понял, что с вашей книжки я буду не то что читать, я их буду прорабатывать, потому что вот то, что намечено асманами, да, вот эти вот механизмы, у вас раскрываются в подлинной истории, во всей, ну, как бы, вот, драматической такой напряженности, что ли, да, потому что есть, ну, скажем так, вот индивидуальная память, что помню я, да. Есть память, ну, социальная, память семьи, да, там, поколение туда или там два, да, поколение сюда, ну, как бы таким раскросом. И это тоже такая вот драматическая коллизия, это как-то, да, противостоит. Ну, не то, чтобы одно другое опровергает, но тоже есть элемент противоборства. Есть еще и некая символическая, культурная, там, предположим, национальная или государственная память, и там зона конфликта просто вообще безбрежная. И вот все эти, ну, то, что я сейчас вспомнил, да, три измерения, три таких конструкта памяти, да, все время еще как-то взаимодействуют в очень непростом режиме. И вот, вы слышите, что об этом это в ваших книжках? Она, собственно, об этом, да, она, собственно, об этом и есть. Я все время пишу о тех механизмах, которые с отсылкой на, там, Игородси, на Метерниха, которые свойственны Петербургу, были. Но я пытаюсь их посмотреть вот через мысль о механизме. Механизм спасения в блокаду – это отдельная тема. Это отдельные сложные механизмы, которые сейчас очень трудно проследить. Вот в моей семье я это проследила. Вот ответ на вопрос, в какой точке ошиблась смерть? Вот. Понимаете? Она вообще ошибается? Она ошибается. Вот она иногда, понимаете, получается очень интересная вещь. Она привыкла у нас там чувствовать себя хозяйкой и барыней. Она привыкла не особо стараться. Как бы мы и так ей поддадимся. В какие-то моменты вдруг возникает у отдельного человека, вот у моего деда, например, вдруг возникают какие-то провиденциальные решения. Вот человек принимает в своей жизни решение, которое обеспечивает три минуты, трёхминутное решение, которое обеспечивает жизнь всем будущим поколениям. Вот это один из механизмов. Механизм, для меня очень важен был механизм самого вот этого многоярусного построения. Потому что это довольно трудно. Ведь одно дело то, что вы в детстве слышите от прабабушки отдельными точками. Это же всё нужно соединить потом каким-то образом. Потом вы начинаете слышать, вот как в моём случае, мамины рассказы. А мама рассказывает очень хитро. Она рассказывает всё таким образом, что, не дай бог, я где-нибудь что-нибудь расскажу, так, пожалуйста, прекрасные рассказы. Вот на Урале они уехали, там была коза, пика, у неё были такие-то рожки, у неё народился козлёнок, всё так, грибы, всё так замечательно, всё. И вдруг в какой-то момент она проговаривается. Вот что-то происходит. И такое впечатление, что ты годами сидишь в засаде, вот с этой мыслью о памяти. Просто вот сидишь и ждёшь, когда кто проговорится. Разумеется, в реальной жизни это происходит не так, что вот, знаете, сидишь и слушаешь. Но это всё время вот какие-то, я не знаю, активные точки памяти. И это всё нужно соединить с собственным опытом. У меня другой опыт, сады. Пришёл у Ханны Арендт, есть такие интересные размышления, не помнит-то, собственно, о чём, о конструкции, где она говорит о трещине, через которые, как бы, просачивается свобода и входит благодать. Абсолютно сады. А трещины спонтанно, да? Абсолютно, абсолютно. Ханна Арендт – это вообще замечательный такой, очень, очень уважаемый автор именно вот в этой области. Прозорливый. Да, очень прозорливый и очень точно формулирующий. И, разумеется, не зная её работ, невозможно заниматься такими вещами. Вот действительно, вот где-то там какая-то лава, но мы же её не чувствуем. Вот мы ходим по земле, нам кажется, что земля прохладная. В какой-то момент вдруг происходит, начинает что-то, вот, знаете, ощущение, что что-то будет… Трясёт. Что-то трясёт. И вдруг идёт какая-то трещина. И из неё действительно выскакивает нечто такое, перед которым вот останавливаешься и действительно надолго замираешь. Потому что понимаешь, что вот это, вот здесь, вот за эту надо не утащить. Самый, наверное, простой или, я не знаю, банальный вопрос. Было какое-то событие, с которого началась эта книга? Ну да, было. Просто моя мама очень тяжело заболела. И, по сути дела, врачи говорили, что нам надо готовиться к худшему. Потом, к счастью, сделали, очень хорошо сделали операцию и всё. В общем, она вылечилась, уже прошло несколько лет с этого времени. И вот эти два лета, когда первое, вот, когда после операции, когда ещё, в общем, всё висело на волоске, я стала разговаривать с ней и записывать. С одной стороны, понимая, что это для меня последний случай узнать, потому что если она уйдёт, больше ничего. Ворвётся материя. Вообще всё ворвётся. И вторая была, конечно, мысль о том, чтобы её отвлечь от болезни, от мысли о болезни. Разговоры с ней начинаются уже целенаправленно. Да, да. И это стало какой-то терапией, наверное. Да. И вдруг она стала, она, сначала она была очень слаба, и вдруг она там поговорит 15-20 минут. Причём я её просила только одно, я говорила, тебе, пожалуйста, рассказывай только то, что помнишь ты сама, не надо общих выводов. Вот что помнишь, вот что в глаза бросается, ну, извините, там, например, описание какого-то довоенного в их квартире унитаза. Вот всё, что тебе приходит в голову. Мне хотелось как можно меньше вот этих, таких, знаете, идеологических наслоений. Потому что... Символическое, вторжение символической памяти. Да. Не надо ничего символического. Потому что вся эта символика, она, вот как я говорила вначале, Во-первых, она, к сожалению, обладает вот этим вот свойством неподлинности очень часто. Потому что все эти символы выдумывают, извините меня, потом. Вот, например, в блокаду такого понятия «дорога жизни» не существовало вообще. Вот этих слов «дорога жизни» это выдумал какой-то уже после войны какой-то обхомовский деятель ленинградский. Никто не говорил «дорога жизни». Просто вот не было этого слова. И из этой мифологемы начало выстраиваться что-то, опять же, очень сильно противоречащее тому, что осталось в архивах. Даже отчётам НКВД. Вот огромное количество... Кстати, очень интересный источник о жизни любого города. Для меня и для многих его открыл как раз Никита Андреевич Ломагин. Это отчёты НКВД. В обычное время они уходили в Москву где-то раз в месяц. В блокадном Ленинграде они уходили, ну, первое время раз в неделю, потом чуть не ежедневно. И там всё. Понимаете, вот читаешь, там всё. Это уже системный отчёт. Как слоться по городу, да? Абсолютно. Причём безо всяких вот этих вот, знаете, таких, ой, мы про каннибализм не будем. Очень даже будем. И боюсь ошибиться, но точно эти случаи фиксировались, случаи каннибализма до конца 42-го. Это даже не смертная зима. А может быть отдельная и 43-я. Понимаете? Вот поэтому это всё для меня вот было... То, что мама рассказывала, это нужно было так перелопатить с точки зрения вот этой работы памяти и, опять же, вот этой европейской традиции работы с памятью. Поэтому, конечно, вот так, если говорить, это абсолютно не такая вот автобиографичная... Ну, это не нон-фикшн. Ну, это вообще не фикшн. Это вообще... Это как раз и преодоление фикшна. Это, с одной стороны, преодоление фикшна, а с другой стороны, это такое вот именно то, что вы сказали, такое многоуровневое построение вот механизма памяти. Как она формируется. Я здесь даю не готовые свои вот какие-то блоки, которые у меня сформировались, а я рассказываю, как они медленно формировались. Смотри, что можно, собственно, сказать... Ну, мы завершаем. Да. Просто по времени завершаем. Ну, понимаете, я в этой современной ситуации, такой гендерный, политкорректный, как филолог, бывший, да, все время ощущаю некий дискомфорт. Да ладно! Как сказать о женщине, о даме, что она мужественная? Да, пускай, как она мужественная. Вот вы удивительно мужественная человек. То есть у меня, в общем, слово, вот преклонение перед вами, как мужчина. Спасибо. Я правильно отвечаю. Не вы, потому что вы дама, там, замечательная, талантливая, так как, но вы удивительно мужественная человек. Вы говорите о таких вещах, о которых... Ну, мне, я могу как-то об этом рассуждать, но у меня дыхал не так. А у вас есть право, есть дар об этом говорить, и есть еще искусство об этом сказать. Ну, спасибо. Я говорю это, конечно, мне очень это было делать эмоционально тяжело, поверьте. Вот мы записывали вот эту книгу, ну, обычно до этого мы делали вот мои какие-то книги, когда записывают на диске актеры. Ну, кто-то из актеров на чьи-то. А, да, аудиокнижки. А здесь меня попросили саму это сделать. И я с большим энтузиазмом, сначала я, конечно, растерялась, потом решила, что, ну, поскольку, как говорят мои дочери, первые 40 лет ты вообще прожила по приколу, вот я решила, что я и сейчас приколюсь. И я решила, что я все-таки пойду вот в эту, в эту такую, в эту аудиофирму, где они это делают. И я 8 дней, ну, по несколько часов, больше 3 часов невозможно, я сидела вот в этой кабинке, работала со звукооператором. Вы знаете, 3-4 раза я просто не могла дальше читать, потому что я начинала плакать. Вот когда читаешь, когда я писала, я не плакала. Я была в каком-то таком, я не знаю, в каком-то таком, трудно описать состоянии. А вот когда уже начинаешь читать, как читатель, вот читаешь текст, там, конечно, есть какие-то вещи, которые действительно невозможно, ну, вот невозможно спокойно прочесть. Вот вы сейчас прямо открыли новую тему, но нам это, к сожалению, не должно сворачиваться. Я просто последнее, что я хочу сказать. Я тоже был когда-то потрясен рассказом другого-то о блокаде, о совершенно запредельных вещах. Но вот то, что я почувствовал в вашей книге, я увидел на его лице. Это была какая-то такая милующая улыбка, какая-то такая интонация, которую он не то чтобы успокаивал, но он тебе рассказал запредельные вещи, которые невместимы. Не об ужасе, а он перерывал вот как бы вот это вот человеческое, что осталось у него. Да-да. Да, оттуда. И это совершенно превышает, я понимаю, обычные человеческие вот возможности. То есть с этой книжкой надо жить дальше. Я не рассказываю ничего страшного. Понимаете, я вот когда у меня была пресс-конференция в ТАСС, меня спросили, про что эта книга, я сказала, что это не все, не то, что я знаю о Петербурге и Ленинграде. Это то, что я помню. Знаю я значительно больше. Я знаю такие ужасы, от которых просто волосы встают дыбом. Но я этого вам не говорю. Я говорю только о том, что я помню. Елена Семеновна Чижова с новым романом «Город, написанный по памяти». Спасибо.